Здравствуйте! Вы смотрите «Те еще новости» на Медиа-Информ. Все течет, все меняется, работа кипит и в Одесской мэрии. В преддверии туристического сезона депутаты провели заседание исполнительного комитета и даже составили план работы на ближайшее время. Заседание началось с вопроса доходов и расходов, с которыми, к счастью, все хорошо. Проведя все расчеты, директор департамента финансов Светлана Бедрега привела конкретные цифры. Объем бюджета нашего города на сегодняшний день составляет 8 миллиардов 160 миллионов гривен, а также ожидается поступление еще чуть больше 2 миллиардов гривен. Плановые показатели пяти месяцев будут выполнены и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление увеличится почти на 33 процента. Следующим вопросом повестки дня стала программа охраны животного мира, благодаря которой в нашем городе перестали истреблять бездомных животных. Директор департамента экологии Татьяна Касько уверила, все идет по программе, даже автопарк приютов систематически пополняется. Каждый год мы закупаем по одной машине, потому что в цепях в коммунальном предприятии находится 5 машин. Это 4 машины для собак, которые мы вылавливаем и завозим в приют, и одна машина, которая уже стерилизованные собаки доставляет на место их обитания. Бурную дискуссию среди депутатов вызвали так называемые ливневки. Ведь как только Одессу настигает ливень или шторм, город в буквальном смысле слова превращается в море. Мэр заверил, что очистка водоотводящих каналов проводится регулярно. А чтобы больше не было казусов с отключением электроэнергии, уже начали закупать специальную технику. По нами приняты меры, вот Анатолий сейчас занимается вопросом, для того, чтобы мы на этот период купили независимые источники питания, генераторы, для которых аварийные генераторы и подстанции, которые мы могли бы оперативно подключать, для того, чтобы наши все насосы работали уже от независимых источников, если, не дай бог, такое повторится. Кроме этого, в городе ведется активная работа по восстановлению пожарных водоемов. Ведь именно от них зависит безопасность школ и детских садов. А многие из них не чистили и не ремонтировали ни один десяток лет. Мы впервые за последние 30 лет начали заниматься пожарным водоемом, которые были не то, что там не функционировали, как водоемы, они были завалены мусором. Мы их расчищаем, мы их ремонтируем, заполняем водой. Коснулись и проекта «Безопасный город», а точнее его модернизации. Теперь видеокамеры на перекрестках города будут не только записывать все происходящее, но и считывать информацию о находящихся в поле зрения людях и автомобилях. Учитывая, что сегодня стандарты безопасности повышены, поэтому техническое задание, которое подготовил СМЭП на 2017 год, уже учитывают наличие видеокамер, которые работают первые. Смогут работать по распознаванию лиц, смогут работать по распознаванию номеров, включая не только регионы номеров, но еще и в том числе читая знаки стран Евросоюза. В конце заседания Геннадий Труханов напомнил всем об открытии Потемкинской лестницы. Сам мэр отметил, реконструкция была очень своевременной и успешной. Близиться уже к завершению, вернее, мы закончили работу, и завтра, я надеюсь, мы торжественно откроем наши сданные объекты, нашу красавицу Потемкинскую лестницу, которая не реставрировалась более 70 лет. Работы своевременные, и помимо того, что они своевременные, еще и, конечно, заиграла по-новому, и, по крайней мере, антисипы, я думаю, оценят это. Так и закончилось заседание сполкома Одесского горсовета. А вот как же будут выполняться утвержденные программы и проекты, можно будет сказать только постфактум. События, которые происходят в стране последние несколько лет, несомненно, отражаются на каждом из нас. Постоянный негатив держит нас в напряжении и отражается на психологическом состоянии. Как с этим бороться далее? На сегодняшний день получить психологическое потрясение можно, лишь включив новости. Каждый день украинцы получают огромный поток информации, большая часть из которой негативная. Так этот негатив и накапливается. А вот как избавиться от него, знают немногие. При этом к профессионалам у нас почему-то не спешат. Жизнь полна сюрпризов. При этом люди, пережившие травмирующее событие, не являются ненормальными. У них, мы говорим о том, что реакция, которая поступает от человека, это естественная реакция нашего организма на ненормальные события. И большинство людей справляются, мы очень жизнестойкие, но при этом нам необходима социальная поддержка. Социальная поддержка – это поддержка членов семьи, друзей, коллег, как ни странно, внутри мы проводим на работе, поддержка общества. Три года назад Украина и украинцы оказались не готовы к произошедшим событиям. И помощь переселенцам из зоны АТО или солдатам, по сути, оказывать было некому. К примеру, в Одесской области было лишь шесть специалистов, которые знали, как помочь людям, получившим психологические травмы такого рода. Как же все-таки помочь нашим военным и простым украинцам? Ответ на этот вопрос искали в ходе конференции, посвященной этой проблематике. А мы, как військовослужбовцы, понимаем, что в условиях войны, может быть, на сегодняшний центр, это не больше такая небезпечная категория людей, которые знают постійно этих психотравмливающих заходов. Поэтому, конечно, нам очень интересно знать, что происходит в стране, в этом направлении, какие взгляды наукового света. Конференция проходила в формате круглого стола на территории Одесского национального университета. Место выбрано не случайно, где, как не в самом большом вузе региона, в котором готовят психологов, еще проводить такие мероприятия. И поединение, самая співпрация с оружными силами, військово-морскими силами, сподіваємось, будет тем эффектом, который сможет замахнуться и на всю украинскую платформу с данной проблематикой, с тем, чтобы мы могли быть корисными. Потому что науково-практичная конференция завжди має нести за собой практичные рекомендации. Военные психологи признаются, что такие мероприятия крайне полезны и познавательны для них. Ведь до этого они обучались преимущественно только онлайн. И поэтому для повышения своего уровня, своих знаний, мы и интернет-конференции используем. Наши службы, наши киевские керівники очень часто запрошивают нас на интернет-конференции с иноземными фаховцами. Это фаховцы США, Канады, европейские фаховцы. Тобто ми приймаємо досвід більш фахівців в ці справи. За время проведення конференції, теоретики і практики должны будуть найти пути решення головного вопроса. Как помочь нашим солдатам і українцям збрасувати себе получений негатив? Ведь без здорового общества не може бути процветаючого государства. Инвесторы жилого комплекса «Золотой берег» добрались до полиции. Что требовали и почему от полиции? Обманутые инвесторы жилого комплекса «Золотой берег» на 16-й станции Большого фонтана активно пытаются восстановить справедливость. Строительство их дома было заморожено еще в 2008 году. После передачи в аренду другому застройщику стройка продолжилась на непонятных условиях. Инвесторы уверены – очередные застройщики – мошенники. За помощью обратились в управление нацполиции. Начальник Митрий Головин поспешил успокоить людей. Расследование по признакам уголовных преступлений ведется. А на строительство данного комплекса уже наложены санкции. Также Дмитрий Головин выразил надежду на то, что встреча с участием всех заинтересованных лиц и ответственных сторон состоится уже на следующей неделе. Он пообещал, что полиция будет действовать в рамках закона и абсолютно прозрачно. Говорят, что смелость города берет. И сегодня утром на Дерибасовской средневековые рыцари разбудили главную улицу города. Одессу называют городом фестивали, но до недавних пор рыцарских турниров здесь не было. Эту ситуацию решили исправить в городском совете. И уже третий год подряд у нас проводит благотворительный фестиваль «Пороховая башня». Вход абсолютно бесплатный. Каждый, кто посетит фестиваль, он сможет насладиться средневековой культурой, посмотреть изделия мастеров-ремесленников, которые делают вручную все, отведать настоящие средневековые кухни, приготовленные на открытом огне, ну и также поучаствовать в рыцарских турнирах. Фестиваль откроется завтра в парке Шевченко, а сегодня рыцари верхом и в доспехах вместе с оруженосцами и в окружении прекрасных дам завоевывали внимание из сердца людей на Дерибасовской. Как вы участвовали в путешествии? Тысячи. Кроме того, мы взяли с собой баллисту, не спрашивайте, зачем. Это такая баллиста вроде бы римская, но стреляет шариками надувными. Остальные рыцари, видимо, занимали позицию перед осадой, поэтому шествие было скромное по количеству людей. Но рыцарский дух витал в воздухе. По словам организаторов, к нам съехались рыцари со всей страны. Но если вы тоже хотите принять участие, но еще не успели зарегистрироваться, не стоит отчаиваться, все равно приходите. Вам даже доспехи подберут. В этом году фестиваль впервые сделает уклон не на историческую реконструкцию, а на спортивную составляющую. Фестиваль позиционирует себя как фестиваль средневековой культуры, и поэтому наша программа, мы разделили ее на две части, спортивная и культурная. Культурная она будет около средневековья, то есть это без привязки к какой-либо реконструкции каких-либо времен. Возможно, фестиваль и не будет таким масштабным, как кто-то себе представляет. Но сегодняшнее шествие продемонстрировало, что дарить радость и ощущение праздника людям можно и малым числом рыцарей. А разве это не главное? Весна подходит к концу, а значит наступает долгожданное событие для выпускников. Последний звонок. Прощание со школой всегда происходило трогательно. Ведь впереди взрослая жизнь. Улыбки детей, слезы радости родителей и, конечно же, школьный вальс. В общеобразовательной школе поселка Черноморская Одесской области звучит последний звонок. Вот он, тот самый трогательный момент, которого эти ребята ждали целых 11 лет. Звучат напутственные слова директора родной Альма-Матер, ученики благодарят своих учителей. А первоклассница на плече у выпускника звонит в колокольчик. Ну, вот и все. Дорога во взрослую жизнь открыта. Я всегда знал, что школа в Черноморске, она уникальна. Сегодня она уникальна вдвече, потому что большая часть, почти все школы Одессы и всей Украины, свидетельствуют святость последнего звонка завтра. А вы уже, как говорят, на свободе остановитесь почти сегодня. Мне очень приятно быть на этом свете. Я передаю всем особистые витания от главы Одесской областной администрации, Максима Володимировича Степанова. Не остались в стороне и местные депутаты. Команда «Игря учителя» в честь праздника решила порадовать не только выпускников, но и всю школу. Так директору вручили сертификат на приобретение так необходимого ноутбука и проектора. Не забыли, конечно же, и об учителях. Самому лучшему, по мнению школьников, подарили путевку на отдых. Я хочу поздравить вас всех с праздником. Вам действительно повезло всем немножко больше, чем нам. Лето для вас начинается на пять дней раньше. Я хочу поздравить всех с окончанием учебного года. Выпускникам пожелать поступить в те вузы, в которые вы хотите поступить. Ну, а всем детям хорошо отдохнуть в этом году, набраться сил и в следующем году снова прийти в школу. Но все же это был необычный последний звонок. Прямо на территории школы был открыт памятник, символизирующий знания. Школьная парта, которая становится первым этапом нашей жизни, через который проходит каждый образованный человек. Значимость такой архитектурной достопримечательности придает и тот факт, что она уникальна не только для города, но и Украины в целом. Поверьте мне, что такого символа на сегодняшний день в Украине нет. Есть он в некоторых странах, но тоже не такой и не в таком месте. Поэтому мы первые. Это единственная изюминка нашего черноморского. И я думаю, что это будет для всех приятно. Несмотря на то, что впереди еще экзамены, уже вчерашние школьники с уверенностью смотрят в будущее. Кто-то готовится пойти дальше учиться, на этот раз уже в вузы, а кто-то решит начать свою трудовую деятельность. Поступить в какой-то приличный университет и работать по своей специальности, добиться успехов, развивать нашу страну, двигать прогресс, так сказать. Я думаю, у нас все получится. Мы сдадим хорошо экзамены, из ИНО поступим, и все будет хорошо. Цветы подарены, пламенные речи сказаны, торжественный момент окончен. Но для этих ребят он навсегда останется в памяти, как один из самых светлых праздников, который они будут помнить всю свою жизнь. Изъятая у контрабандиста в Одесской области львица Сандра останется в Украине. Такое решение вынес Малиновский районный суд Одессы. Ответчик на заседание суда не пришел. Правонарушителю предстоит выплатить штраф в размере 36 248 гривен. Детеныша обнаружили в легковом автомобиле, в котором также находились 2500 попугаев и четверо котов. Животных вывозили в Турцию. Всех, кроме львенка, легально. Самочке на тот момент было 3-3,5 недели. Ее искусственно выкармливали в Одесском зоопарке, где Сандра и живет. Однако пока не ясно, останется ли детеныш африканского льва именно в нашем зоопарке. Насчет ее дальнейшей судьбы точно пока сказать не могу, потому что у нас пока нет на руках решения суда. Суд вроде бы прошел и якобы было принято решение не возвращать ее этому человеку, который ее пытался провести. Но пока до конца не ясно, останется ли она в Одесском зоопарке, потому что механизм этот пока не понятен. Надеюсь, что останется она у нас, потому что мы уже к ней привыкли, уже ее полюбили. И в любом случае в зоопарке ей, конечно, будет лучше, чем в любом другом месте. Одесситы были явно ошарашены такой инициативой и останавливались для того, чтобы проследить, как развиваются события. Возле Одесского оперного высаживают почти 8 тысяч цветов, планируя сделать фигуру лиры. Очень музыкально и красиво. Главное – сохранить эту красоту на все лето. А у нас совсем те еще новости. Завтра в Одессу приедет президент. И все начали наводить порядки. Даже площадь перед мэрией помыли. Одесситы шутят, что до завтра туда будут пускать только со сменной обувью. Бывшую одесскую судью задержали за взятку в размере 2 тысяч долларов. Обещала по старым каналам решить нужный вопрос. Оказывается, и судьи бывшими не бывают. Только в нашей стране. В самом старом детском саду на Сабанеевом мосту закончили ремонтные работы. Теперь дело за обустройством территории. Такой вот парадокс. Теперь самый старый одесский садик, по сути, самый новый. На сайтах доставки еды всегда очень красивые фотографии блюд. Одесситам привезли суши, которая сильно отличалась от того, что на картинках. Доставщик уверяет, что заказчики просто смотрели на еду при плохом освещении. В связи с участившимися случаями угонов машин, многие надеются на свои сигнализации. Один одессит пошел старым дедовским способом – возит с собой собаку. Это не только надежная сигнализация, а и верный друг в пути. Одесситы всегда славились своим нестандартным подходом буквально ко всему. Будь то приготовление еды или организация мероприятий, мы всегда придумаем что-нибудь эдакое. Именно так в Одессе появился Двор культуры. Что же в нем такого необычного? Одесса – город, в котором рождаются гениальные идеи и прекрасные проекты. Так во дворе завода шампанских вин в прошлом году появился Двор культуры. Сейчас его вновь готовят к открытию. Именно здесь будут проходить различные концерты, тематические вечера, уроки танцев и многое другое прямо под открытым небом. Мы себя вообще считаем семейной площадкой. У нас приходят с детьми, у нас приходят в несколько поколений. У нас ходят с семьями по 8 человек отпраздновать какие-то семейные события, торжества. Идея в том, чтобы делать культурный проект нормальный, достойный этого города, достойной Европы. Любовь к родному городу – это именно то, что движет создателями площадки Двор культуры. Они уверены, что Одесса должна быть настоящим культурным центром. Город достоин качественных и интересных мероприятий, которые будут не только развлекать его жителей, но и знакомить их с различными культурами всего мира. Меня не устраивает общий культурный уровень, который происходит в городе, в мероприятии. Я не могу жить в городе, в котором нет хорошего джаза, в котором не ездят зарубежные музыканты, в котором нет авторской музыки. А если она есть, то это только рок. Если вы сходите на концерт, вы поймете, это потрясающая энергетика. Если вы познакомитесь с артистами, которые ездят уже по чуть-чуть, но со всего мира. В программе на это лето самые разнообразные мероприятия. От плетения венков на Ивана Купала до настоящих помидорных боев. Создатели Двора культуры признаются, что всё делают исключительно за свои деньги и не гонятся за заработком. Мы же не работаем ни за какие гранты, мы не строим из себя, не хочу никого бить, социальный, остросоциальный проект. Мы просто берём свои деньги, которые зарабатываем, и вкладываем их в то, чтобы была вот такая площадка. В дальнейшем планируем до конца сезона на билетах вернуть их обратно. На открытии Двора культуры 27 мая гости вечера перенесутся в Латинскую Америку. Всех пришедших ждёт вкусная латиноамериканская кухня, капоэра для детей всех возрастов, мастер-классы по сальсе и бачатия для взрослых, фотозоны с карнавальными костюмами. Ну, а под конец вечера выступит настоящий сальсооркестр «Дислокадос». Вы смотрели те ещё новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-7016. Спасибо, что были с нами. Удачного вам завершения недели. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА